Курение ежегодно уносит тысячи жизней во всем мире, и борьба с ним выросла в серьезную социальную проблему. Большую популярность набирают вейпы, устройства для испарения курительных жидкостей, при нагревании образующий пар, который вдыхается и оседает в легких. Такой способ курения провоцирует появление раковых заболеваний. В связи с этим в Тверском областном клиническом онкологическом диспансере провели лекцию для школьников о вреде курения, так как подростки больше остальных подвержены влиянию таких нездоровых привычек. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Средний курильщик делает около 200 затяжек в день, что сокращает продолжительность жизни примерно на 15 лет. В последние три десятилетия стремительно растет число больных раком легких. Среди курячих он возникает в 20 раз чаще, чем среди некурящих. Это связано с тем, что в табаке, пусть и в незначительном количестве, содержатся радиоактивные вещества, из которых наиболее пагубное воздействие на организм оказывает радиоактивный полоний. Об этом рассказали ученикам 34-й школы врачи Тверского областного онкодиспансера. Рак легкого развивается в основном из-за курения, это 80%. И сегодня будет лекция по поводу курения, вреда курения и влияния на развитие рака легкого. В таком явлении, как вейпинг, это электронные сигареты, которые сейчас больше распространяются, чем обычные сигареты классические. А также покажем несколько кадров наших операций, фотографии нашей оперативной активности. Ученикам 7-го класса рассказали о составе сигарет и курительных жидкостей для вейпов. И, конечно же, особое внимание врачи уделили последствиям. Кадры с операцией наглядно показали ребятам, чем грозит новомодное парение. В неклассном мероприятии о вреде курения было организовано впервые автономной некоммерческой организацией здоровья детям. Идея рассказать детям о вреде курения, курительных смесей, потому что это на самом деле очень огромная проблема, в которой, наверное, задействовано очень большое количество молодежи. Хотелось бы, конечно, по максимуму рассказать детям, что их, в принципе, может ожидать. И делать эти проекты мы собираемся на постоянной основе. Как ни парадоксально, часто вейперами становятся люди, которые хотят бросить курить. Основной вред здоровью наносят канцерогенные вещества, содержащиеся в сигаретах. При этом некоторые курильщики ошибочно полагают, что негатив заканчивается на неприятном запахе табака и постоянных денежных тратах. Мы решили узнать у тверичан, как они относятся к вейпингу. Ну, я вообще не курю и как бы не приветствую это. Дело в том, что я вот сиделкой работала, и я видела, как умирают эти люди, которые курят. Это печальное зрелище. Плохо. Почему? Потому что не курю сам. Вообще ничего. И поэтому плохо. Всякие смолы, еще все подряд содержится непонятно что. Нормально. Я отношусь отрицательно, потому что я считаю, что это вообще очень плохая привычка, во-первых. Во-вторых, они курят где хотят и как хотят. И это очень губительно для легких. То есть рак легких это 100% наверное обеспечит. Большинство опрошенных негативно относятся к новым курительным устройствам, утверждая, что они вредят здоровью больше обычных сигарет и негативно влияют на организм. С марта 2024 года в России будет введен запрет на продажу вейпов с ароматизаторами. С апреля будет запрещена розничная торговля на ярмарках и в онлайн-магазинах. А в обычных торговых точках принадлежности для курения должны быть скрыты с витрины. Возможно, такая мера поможет сохранить здоровье в первую очередь подрастающего поколения.